мне бы сказали бы допустим давайте соберитесь пойдемте вот посадим новые деревья для будущей наших детей парк у нас вот открывается я бы пошла помогла делала я родилась в раймекском районе совхоз каркара закончила там 10 классов у нас семья большая 11 детей отец свой участник войны он сам детдомский после войны он поехал туда в эту совхоз каркары как нам нас отец с матерью воспитали мы дружно до сих пор общаемся восемьдесят третьем году замуж вышла старше дочка родилась мы вырастили троих детей они уже взрослые у них каждого семья потом я переехала сюда жить где-то с 2010 года живу здесь когда мы я переехала сюда волгобаз мы вернись супругой был карацайский район сейчас я сама занимаюсь огородом раньше это все делал супруг я как-то побольше занималась домашними делами с внучками приготовить вкусно что-нибудь и он всегда говорю давай лучше ты готовь нам вкусно я сам сам в огороде буду и где что надо он сам сажал поливал муж работал он трудолюбивый был детей вырастил достойно дал образование всем вот с тех пор вот с 2010 года мы с ним здесь жили до декабря декабря живой был он тоже старался чтобы будущее детей был светлым чтобы алабасе тоже все было хорошо но всегда по вниманию относился ко мне куда-нибудь пойду на собрание там или там по телевидению выступать конечно конечно иди это надо потому что это будущее наших детей чтобы в цивилизованном месте жили знаете хоть и мы в частном доме жили но 15 лет можно сказать да и мы почти огород не сажали почему потому что с водой была проблема при карацанском районе ничего не было ни дорог не воды потом нас городу присоединили начали с работы дорожные водопровод канализация все это естественно когда все это копает сами понимаете что было очень такое знаете грязь слякоть ходить невозможно и не машины ездить невозможно было разговаривали между собой в чате что будем дальше делать куда писать будем куда обращаться будем и вот писали и вызывали и вот они пишут завтра вызываем телевидение приходите такое-то такое место и иду так как я старше них они мне говорят вы говорите на казахском я скажу на русском болевшие вопросы проблемы вот эти я говорила как есть то что замучились ходить по грязи очень часто было собрание вот я стою на улице который три года тому назад была перекопана грязь болото можно сказать вот у нас было постоянное собрание телевидение которое приезжало мы проводили по этим по этой грязи по этим болотам подрядчиков кто работал на тот момент что дороги такие у нас и мы просили пройтись по тем улицам которые каждый день наши дети ходят которые мы ходим пойти по этим грязям чтобы они тоже проходили сейчас работает вот видите здесь не было дороги недавно только не было но сейчас уже делают видите тротуара у нас не было вот тротуар сделали тротуар хорошо что сделали потому что у нас очень много школьников которые идут пешком дети основном а машины не все же ездят добросовестно понимаете и безопасность людям детям я думаю это очень даже хорошо вот вот эта улица была она такая вся ямочная такая сами бездорожье сами понимаете какие бывают когда первый асфальт проложили на улицу где первый закончился естественно здесь у нас есть чат где представители бывают и подрядчики они дают отчет отправляют какие улицы сделаны мы были рады рады конечно было очень приятно ходить по такой дороге по тротуару ну в принципе все и до сих пор ведется работа делается в Алабасе ну бывает некоторые нюансы в какой момент не позвонишь там кто ответствен за это они отвечают устраняются неполадки по этой дороге очень много учеников входит в школу 184 вот сделали дорогу асфальтировали приятно даже ходить и детям и нам взрослым жителям Алабаса тяжело плохо можно сказать мы как бы такое освещение слабое очень насколько я знаю проблемы наших дорог партия Аманат взяли свою дорожную карту вы знаете активисты очень сильно работали я скажу молодежь иногда я думаю может быть благодаря активистам и поддержке Акимата подрядчики немножко уже стали работать у нас в Алабасе было футбольное поле там много лет при Казахстанском районе там мусор грязь дети играли футбол играли ну некуда было идти ну знаете опять же посодействовали волонтеры активисты молодежь и нам с помощью Акимата сделали хороший стадион вот эта местность была как бы пустая просто сборище мусора обратились в Акимат чтобы сделали нам сюда детскую площадку где может дети свободное время провести играть спортом заниматься для взрослых людей для пожилых отдыхать скамейки поставили очень много детей мамочки на коляске с детьми гуляет взрослые он бабушки внучками сюда приходит кто-то спортом занимается по беговой дорожке вот бегают ну намного лучше стало есть куда собираться детям не просто так ходить в грязи в пыли потом мы здесь в округе соседей просили Акимата здесь у нас поле кураями заросшее было просили чтобы наши дети тоже чем хуже городских почему они должны велосипеды и мячиками играть такое пылище и они здесь тоже мини-стадион детскую площадку открыли детям сейчас хорошо играется это второй мини-стадион вы большой стадион видели здесь как вы видите был пустое поле кураями заросшие здесь и были крысы змеи я однажды даже знаете я сняла видео отправила в чат тогда было все представители в этом чате Аким Замакима другие представители как дети у нас на велосипеде катались в этой пыли вот такие руины этих которые высыпали камазисты которые мусор все это они там играли я сняла сказала посмотрите пожалуйста на наших детей чем хуже наши городских почему мы не имеем права иметь небольшой стадион небольшую детскую площадку посмотрите обратите внимание если дети что-то разрушает там или ломает или не слушается здесь у меня соседи они меня как-то знаете сами по себе выбрали старше по улице хотя я об этом даже и не это и звонят или снимают видео смотрите во время всего этого она не раз сама лично организовывала как вот приглашала наших жителей всех чтобы мы подошли вот я сейчас вызову телевидение сейчас вызову это все покажем наши проблемы и вот благодаря таким женщинам вот у нас такие хорошие результаты Нургуль Гаухар вот активисты ходили со светом сколько мы ходили вызывали телевидение все все вызывали но Акимат в то же время приходил ставил вот мы будем вот так делать это это вот такие сроки вот и сделали Проблемы в Волгобасе еще есть нерешенных вопросов очень много партия Аманат Акимата Талатовского района Аким депутаты эти проблемы и знают решат скорым временем когда что-то делается в Волгобасе когда что-то решается мы спокойно и рады вот так потихоньку думаем мы к улучшению идем в Волгобасе знаете я вот для процветания Алгобаса чтобы наши дети жители Алгобаса жили в хороших условиях я старалась всегда только во благо Алгобаса будущее для наших детей чтобы просветал Алгобас и она все готова и она будет будет в